Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Олеся. Я рада приветствовать вас на моем канале. Долго не было видео, не было возможности, времени. У нас очень жесткие такие погодные условия на данный момент. Не хватало ни сил, ни времени на то, чтобы снимать видео. Сегодня немножко... В общем, сегодня я решила постараться сделать вам опять обзорчик на сегодняшнее число. Вот, смотрите, целый день у меня здесь отсидели глашечки мои молодые. А вот это у нас цыпленок, который у нас попался с бройлерами, с лохматыми лапками. Интересный очень. Буду смотреть, что это такое у нас волостик. Хожу я к ним два раза в день к этим цыплятам сюда. Они здесь хорошо изолированы, мне тут шкоду сделали. Сбросили мешочек, не прикрывали мешочком. Вот, смотрите, подремонтировал мне сын домик. Привел в порядок дверочку. Что хочу сказать. Здесь они абсолютной безопасности. Ну, конечно, не то, что абсолютно, но относительно безопасно. Видите, вот здесь у нас сверху натянута сетка затеняющая. Им не очень жарко, их так не палит здесь солнышко. Вот, они полностью со всех сторон закрыты. Нигде нету дырочек, чтобы они могли выйти. Вот так они у меня расположены. Еды у них уже нету к вечеру. Сведено все. Ну, ребята, сорные, кормлю сейчас их дробленкой. Вот видите, прям в земле видно крошки дробленая кукуруза. Пшеница попадается. Вот, закончилась у них водичка. Там вот остатки допивают. Давайте сейчас принесем водичку, будем управляться. Сейчас вечер. Время уже девятый час. Сейчас я их накормлю, напою. И будем отправляться спать. Смотрите, рядом у нас меня не сняла. Я поменяла, небольшие изменения сделала. Здесь у нас были котлеровские. Я за ними все убрала, вычистила. Душа моя больше не может выдержать, смотреть на болезненных котлерят, которые я сочла уже непригодными для разведения. Я их просто убрала. Вот, а вот видите, петушок. И вместе с ним еще один петушок и три курочки. Три или четыре уже не помню. Три курочки. В общем, три курочки котлеровских у нас осталось. Вот, петушка. Вот, я их переселила сюда, к мини-мясным. Вот они, смотрите. Ребята, они веселые. У нас жара, у нас такое пекло. Просто невозможно жить. Вот. В общем, я котлеровских переселила к мини-мясным. Живут они дружно, мирно. В принципе, они жили, вот видите, вот через сеточку. Серьезных, каких-то агрессивных моментов не было. Так, немножечко чего-то там они повозмущались. Но в такую погоду, в такую жару, знаете, особо не до возмущения. И стали мирно жить. Вот они почти все сюда вышли. Мясные, белые, рыжие. Котлеровский петушок. Вот там ходит курочка котлеровская одна. Вот так вот я вам покажу. Вон они бегают, гоняют друг друга. В общем-то, вот такие изменения у нас с этой стороны. Я сейчас всех вам покажу. Все. И будем, буду управляться. Жара, конечно, накладывает подпечаток на нашу жизнь, на образ жизни, на режим дня. К вечеру капуста поднимает. Видите, листики свои становятся такая. Листики поднимаются, днем они лежат как тряпочки вялые. Вся, весь огород страдает конкретно. Перцы тоже у нас особо силу не набирают. Крыжо у них горит. Такое первого раза у нас сгорают ягоды. Вот. Просто сгорают. Ну, огурчики нас в этом году уже порадовали. Мы начали собирать немножко, небольшой урожай. Вот это второй раз мы собрали в мисочке. Завязываются. В этом году огурцы я формирую, убираю. Убираю пасынки, оставляю только основной лист, ствол. Смотрите, видите, огурчиков завязывается много. Сорта разные. Сорта разные. Вот это вот у меня идет четыре сразу кустика подряд. Это любимец семьи. Интересный такой. Первый раз его пробую. У меня здесь много сортов. И кукураж знаменитый, и зазуля. В общем, огурчики радуют. Поливаем огурчики каждый день в большом объеме. Вот у нас бочка стоит. Кубовая бочка. Вот с этой бочки я пятую часть сливаю. В огурце где-то 200 литров. Это вот на каждый день сливается сюда в огурцы. Там у нас петрушка, зелень, морковка, лук на зелень. Ранние капусты. Здесь у нас, но у нас там тоже есть ранняя капуста на грядках. Немножко. Ну, туда уже не пойду. Жарко, пекло. Виноградик начинает свисти. Ну, пойдемте в наш птичник. Что в птичнике? Особых изменений нет. Перепелочки как сидели, так и сидят. Бролеров мы отсюда уже убрали. Это вот сегодня у меня сын вычищал. Здесь все. Это белые пятна известь. Я посыпаю известью, чтобы влажность убрать. Дуня у нас как обычно. Не будем даже на нее обращать внимание. Вон они, видите, котлеровские курочки. Галашейки уже заходят понемножечку на курошей садятся. Так, индюки у нас живут здесь. Смотрите, перепрыгивают сюда. Поэтому я просто взяла тряпочкой завесила. Индюков сейчас нету. Мы сейчас их приведем. Покажу, что у нас с индюками. Индюкам очень тяжело. Из всей домашней птицы больше всего страдают от жары индюки. Смотрите, видите, здесь четверо. Четыре индюка, здесь три индюшки и индюк. Утром, если успеваю, в семь часов, в общем, я вывожу их до десяти и опять в сарай их отправляю. А потом будет выводим после шести вечера, потому что в пекле они задыхаются. Один из индюков два дня подряд у нас падал в обморок. Просто вот я такое первый раз увидела просто от жары. Он открывает клюв, падает, глаза закатывает. Я его сегодня отселила к бройлерам. Пойдемте, сейчас я вам покажу. И мы сейчас решаем вопрос. Наверное, мы его просто уберем или иначе потеряем. Вот здесь у нас бройлеры. Смотрите, что у нас здесь происходит. То, что я говорила, мы овораживали здесь. Вот это у нас укровной материал. мы затеняем. До обеда у нас здесь вообще очень хорошо, свежо. Здесь теневая сторона. Но после обеда у нас несколько часов здесь солнышко попадает сюда. Вот этим укрыным материалом я затеняю их. Заходим. Вот они мои бройлеры. Вот он мой индюк. Лежит он бедный. Он просто не выдерживает. У него сердце колотится, падает, собирается умирать. Придется убирать птица. Вот он. Вот он никакущий. Мы отнесли к бройлерам. Здесь самое свежее место у нас. Отпаивали его водой долго-долго. Упорно два дня. Я так понимаю, придется убрать. Он уже сам не хочет ни пить, ни есть. Просто лежит. Сейчас буду убирать. Жалко, конечно. Иначе просто погибнет птица. вот такой загон у нас для бройлеров. Я говорила, у нас инкубатор заложен сейчас полно. Яйцо инкубационное бройлерное. Вот там у нас домик их. Там они ночуют. Бройлеры сами не садятся. Приходится туда их заносить, усаживать, закрывать, потому что леса. По лисе у нас еще новые сводки. Тут же у нас рядышком по этой же нашей улице. Еще ближе сюда, через дорогу живет подруга наша Ирочка. Вот у нее 11 кур. 10 кур и петуха. Тоже убрала лиса. Поэтому расслабиться нам звери не дают. Ставят нас вот такие рамки. Вот так. Работы, заботы очень много. Нужно только успевать. Все сохнет. Видите, трава скошена начинает просто варить. Травка просто все выгорает. У нас здесь виноград. Посмотрим, что с ним происходит. Он уже, смотрите, завязывается подсвел, завязываются ягодки. Вот. Вот такой виноградик. виноград не черный и не белый. Он такой розовый. Вкусный, сладкий, очень вкусный, достаточно крупный. Ну, посмотрим, какой будет урожай в этом году. Мой неизменный компаньон. Котик. Индюки будут где-то до темноты. Вы знаете, потемнеет, и я их буду заводить. Сейчас будем убирать того индюка. жалко, конечно, я расстроилась, но ничего не поделаешь. Такое тоже бывает. Жара, пекло, птицы, не все выдерживают. Все, что можно, все, что в наших силах, мы, конечно, делаем для них. Воду меняем почаще. Вот, видите, стоят и дышат открытые клювы, им все равно очень жарко. Вот, там ведерко с водой, ведерко ставим туда в тенечке, чтобы оно сильно не нагревалось, но воду все равно мы меняем. Ну, опять-таки, половину дня сидят в сарае. Также и куры. Смотрите, вот мы привозим траву, трава, они выбирают, что не успели, на следующий день она высыхает моментально. Вот, видите, прям солома такая, сена лежит. Все высохшее. Очень нам нужно, нужно, чтобы все-таки погода немножко поменяла свое поведение, стало нам немножечко посвежее. Смотрите, радуются, вот они радуются. им свежее, свежий воздух. Легче дышится, вот они так развлекаются, ребята. Индюши, индюши мои, вот-то такие хорошие. Вот, вот стоит впереди, это индюк, а там три индюшки. Сегодня у нас по прогнозу был самый жаркий день, с завтрашнего дня начинается спад, но вы знаете, если сегодня в прогнозе стояло у нас 35 градусов, но на завтра стоит 34, я особой разницы не ощутим, но хотя бы перевернется все это, пойдет в другую сторону, может, будет легче. Вот там, видите, вдали трава, соседский участок заброшенный, трава из зеленой стала такая, видите, жухлая. Все страдает, от жары, конечно. Спасибо вам большое за внимание, заходите на мой канал, скоро будет вывод бройлеров, вывод перепелок, буду вам показывать. Субтитры сделал DimaTorzok